Люди в форме. Такое определение подойдет не только военным, но и тем, чья жизнь наполнена погоней за рекордами и высокими результатами – спортсменам. Несмотря на очевидные различия, сходство между теми и другими все-таки есть. Тренировки подобны учениям, отношения с тренером выстраиваются как со старшим по званию, а стадионы на время соревнований не отличишь от зоны боевых действий, где каждый борется за честь своей сборной. Арена университетских спортивных сражений в этом году стал Северный Арктический Федеральный Университет. Фестиваль студенческого спорта проходил со 2 по 5 октября, где 9 федеральных вузов выявляли сильнейших в плавании, флорболе, мини-футболе и настольном теннисе. Масштаб фестиваля ярче всего виден на соревнованиях по настольному теннису. Здесь игра идет одновременно за девятью столами. Только что закончились личные встречи в подгруппах. Их финал будет завтра. И теперь ракетки в руках у смешанных пар. Благодаря спортивной закалке в процессе игры студенты выглядят предельно сосредоточенными и уверенными. Однако, выходя на соревнования, им пришлось преодолеть не только волнение, но и усталость. Ведь добраться до Архангельска, который находится далеко не в центре России, было не так-то просто. Разница во времени не мешает. Мешает то, что когда ты долго перелетаешь, ноги в одной позе не отникают. И потом очень тяжело заставить двигаться. Прямо тяжелые нагрузки. Все через силу приходится делать. Не как на тренировках. 20 минут еще потерпим. Но сложная дорога, похоже, не сказалась на остроте борьбы. Как только звучит свисток судьи, каждый спортсмен готов показать свой лучший результат и игру. На зрительских трибунах не только болельщики, но также игроки команд соперников и тренеры. Их задача на время игры наблюдать и делать выводы на будущие встречи на поле. Во-первых, я смотрю, как готовы команды. Как физически, технически готовы, тактически готовы команды. Первое, что будет смотреть. Из тех, которые играют сейчас в команду, мне сейчас пока нравится команда Северо-Кавказского университета. Для нас слабых соперников нет. Да, в спорткорпусе вход через третий этаж. Работа трех спортивных площадок, координация расписания девяти сборных, расположившихся в разных гостиницах. Мероприятия такого масштаба требуют четкой организации. Поэтому в фестивале активное участие приняли студенты САФУ. Они помогают в судействе по плаванию, секретари по флорбоу и помощники судей. Перед началом соревнований по плаванию они выстраиваются в ряд и выглядят как представительная судейская команда. Другие участники – легкая вода и хорошая вода. Всего хорошего. Обычно вода в бассейне САФУ – 28 градусов, так как здесь плаванием занимаются не только студенты, но и школьники. Для спортсменов теплая вода – препятствие к высоким результатам и дополнительная нагрузка на сердце. Поэтому специально для фестиваля воду сегодня охладили. На старте участницы второго заплыва. Соревнования по плаванию продлятся два дня, в течение которых студентам предстоит определить первенство в четырех видах спорта. Кроль на груди, кроль на спине, брас и вольный стиль. Но самым зрелищным должна стать смешанная эстафета. Обычно плывут 4 по 50 все мужчины, то здесь у нас плывут две девочки и два мальчика. Это одна из самых интересных дистанций, которые будут здесь представлены. Если в плавании гонка идет на сотые доли секунды, то в мини-футболе счет идет не на время, а на мячи в воротах соперника. В мини-футболе, как и в плавании, свои команды представили все университетские сборные. Уже в самом начале фестиваля каждая из них смогла почувствовать силу соперника и сыграла свои первые игры. Команда «Софо» покидала спортивное поле боя в этот день с чувством первой победы. У нас осталась одна игра в группе, надо выигрывать. Потом уже в полуфинале будет война. Вечером после соревнований сборные могли наконец-то расслабиться и дать себе передышку. В главном корпусе «Софо» спортсмены собрались вместе, чтобы открыть фестиваль и представить свои университеты. Мы счастливы, что здесь собрались молодые, энергичные, спортивные, целеустремленные, доброжелательные ребята и девчата из разных уголков нашей Великой России. По итогам первого дня уже наметились лидеры по промежуточным результатам соревнований. В некоторых дисциплинах определились имена призеров. Но здесь уже не в спортивном, а в актовом зале нет победителей и побежденных. Это единая университетская сборная России. Таисия Машкова, Петр Меншиков, Артем Юдин. Медиа-центр «Софо». Арктический мост.